Снегопад, гололед и все, кто с этим делом борется. Первое ДРСУ. Значит, что сделали, знаем, как ориентированы на предстоящий суд. Мы с нашим работой, согласно распоряжению, по-рубому-черапевому совещанию, значит, практически все дороги пробиты, как бы дорог нету. Все работы выполняем на данный момент через указание примарии и через диспетчерскую примарии. Безусловно, в вечером сумочной работах зачислили центральную часть города, еще раз остановку, которая за целый день вчера собралась, Михаил Литязу полностью дорогу прочислили, там, и занимаемся вывозом с ним. В настоящее время только два трактора пошло на ЖКХ, на внутриквартал поработать, основную технику мы сейчас остановили, готовимся по прогнозу к обильному снегопаду. Хотим чуть-чуть ее обслужить, водителям дать чуть-чуть отдохнуть. Одним словом, мы готовимся к снегопаду. Что касается гранатных материалов, все имеется, то есть, конечно, проблем нет. Соль, песок в каком объеме есть? Соль, ну, вот так, где-то в районе 700 тонн, в настоящее время у нас есть смесь, приготовленная чисто для этого. Если там какие-то вопросы, у нас есть резервы, все, то есть миллилитон к этому всему. Так, что с топливом? Топлива есть, мы вчера провезли один бензовоз. Как бы, это бы, конечно, чтобы чуть-чуть ускорили вот это рассмотрение там по финансированию, потому что реально там у нас есть задолженности. Как бы договариваемся на всякий случай, но все же, желало бы чуть лучше, потому что там есть некоторые нюансы по лидер-приварейкам, именно с перерыв носом с прошлого года на этот год, и, наверное, с финансированием есть проблема. Но я думаю, что это ясна проблема, потому что мы ее разрешили. Так, последний вопрос к вам, который я сейчас имею, это количество механизаторов и то, что они работали в экстремальных условиях. Сколько человек ушло на больничный, если и на замену? Не ушло. У нас это дефицит механизаторов. Однозначно, что мы не можем, мы на длину проголосуды же запустить технику, но за отсутствие механизатора и забоязни даже другом, чтобы передавать технику друг другу, потому что мы проведем эту катастрофическую ситуацию на предприятии, что касается техники. Поэтому, как бы, переработка во времени там, которое есть, мы стараемся каким-то образом перекрывать или другим механизаторам, или еще каким-то образом. Но реальная ситуация, которая, конечно, техники у нас мало, безусловно, байгрейдеры, это ясно, что байгрейдеры очистить весь город, а то, что остальные техники, это так, еще и КАМАЗы более-менее не идут. А вот взилы и прочие детрактора, это такая себе техника, нежелательная, как бы, уже в статус идет снова. С какими организациями и на сколько единиц у вас есть договоренность о том, что в случае необходимости их можно задействовать? У нас есть 8 контрактов, которые у нас есть на всякие случаи, которые, но мы в данный момент это привлекли только с магистралой, потому что это фиктивная техника, которая реально борется со снегопадом. И дабы не переводить лишь бы деньги, если бы мыли на какие-то частные фирмы, другие предприятия, нет смысла вот эти трактора маленькие брать. Потому что они, да, не пробивают дорогу, но там, пофейт, это, как бы, маленький. Спасибо. Давайте, ну, вопросы общие, ну, уже когда все три организации, которые борются со снегом, будем задавать. Спасибо, представитель. Вывоз ведет, как по вашему указанию, вывоз ведет полным порядком. То есть, извините, и становится тоже. Бео. Мы за этот период времени провозили очистку всех пешеходных зон, центральных магистральных улиц, были задействованы также улицы с дешевым, которые были с дешевым людей. Мы считаем, что это многие улицы Ильича Павловна, Борисовна, Московского, Ильича Павловна, Шуфченко, Достоевского, Мира, Щосева, Павла Ботсу, другие улицы. Мы считаем, что очищены все тротуары. Была поставлена задача перед работниками предприятий в понедельник утром, обеспечить проходимость всех зон к остановкам участия нового транспорта, к публичным местам, детским садам, школам и так далее. Чищены 125 остановок, находящихся на территории города полностью, и все пешеходные зоны, все доступы ко всем единым заведениям. Также чищены центральные площадь, парки, скверы, бульвары и памятники. Значит, все абсолютно посыпано песком. Значит, вылезен снег с 44 остановок из центральной части города. Работы продолжаются. Слов в работе никаких не было. Значит, если мы называем цифры, которые осилены за этот период времени, то они у меня маленькие. Допустим, пешеходные зоны, чищены только по магистральным улицам, 108 тысяч метров квадратных, по паркам и скверам 43 тысячи 800 квадратных метров. Вообще площадь расчистки достигает 200 тысяч квадратных метров, посыпки в том числе. Считаю, критика, которая на сегодняшний день присутствует от некоторых жителей города. Слава Ивановна, если можно, я по вопросу критики потом в конце дам общую, чтобы не звучало только от одной организации. Люди, работники предприятия, поставленные задачи справились. Я считаю, что, в полной ответственности заявляю, что справились достойно. И мы готовы к следующему периоду, каким бы мы ни был, техника вся готова. Топлива проблем нету, с песко-соляной смесью проблем нету. Люди значимость вопроса понимают и знают, готовы работать. Хорошо. Смотрим, такой вопрос, более конкретный. Значит, с какими единицами техники располагаетесь, сколько задействовано, и если нужно будет задействовать резервы, где его будете брать. И опять, что с рабочими? Сколько человек, я знаю, там два человека у вас заболело. Значит, мы сегодня сидели уже пять человек, но дело в том, что мы любимы заменили этих людей строительную группу, мы заменили рабочими, механиками, то есть недостатка в количестве людей нет. То есть одни люди заболели, другие люди, другими людьми его не заменили. Что касается техники, это семь единиц тракторов с лопатами, которые, значит, производят расчистку. Три единицы техники, которые задействованы для обеспечения всех абсолютно на территории песком. То есть идет сразу же наполнение, значит, ящиков для песка, обеспечение дальнейшей посыпки. Проблем никаких нет. Хорошо. Спасибо. Докажите. Значит, в данные дни мы начали его по территории внутриквартальных. Первым, когда мы прошлись по очистке подорожа, по месту жилых дома. И потом мы выпустили, после обеда техники, когда уже более открытые из них и по обеспечению кровати внутриквартальных территорий, выпусили технику на расчистку внутриквартальных территорий, то есть провержи зону внутриквартальных территорий. Техника работала до позднего вечера. Были практически все внутриквартальные территории задействованы под год. Работала три единицы техники ШКХ. Вчера и позавчера также работала техника на уборке внутриквартальных территорий, на исключение зон, где отсутствует проезжаемость. Также производилась подсыпка и доводили состояние дорог в нормальное состояние, чтобы не было возможности при новых снегопадах. Исключили колею, которая могла бы быть на уборке внутриквартных территорий среди мельсий. Сегодня взяли в аренду еще технику ДРСО, работаем в штатном режиме, подсыпка и все необходимые мероприятия. Люди? Есть все нарабочие. Все нарабочие? Нет, это нарабочие. Продолжение следует...